Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, потому что есть несколько важных моментов в вашем тексте, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Итак, вы пишите, что, значит, встречались с парнем на протяжении года. Ну, это хорошо, что встречались с парнем на протяжении года, только вот, знаете, что было до года? Вот, встречались с парнем на протяжении года, хорошо, знакомились как, когда, как развивались ваши отношения, вот это вот все. Почему закатно остается? В данный момент, мы идем в момент с большой буквы и данной, данной большой буквы, значит, находимся на расстоянии. Ну, опять же, опять же, знаете, вот то, что вы находитесь на расстоянии, это, безусловно, плохо, конечно, для вас, плохо для отношений, в целом, в целом, плохо для отношений. Но, видишь ли, как бы, надо бы понять, сколько времени вы находитесь, вот, на расстоянии. То есть, если там, скажем, если вы находитесь на расстоянии, скажем, месяц, или несколько месяцев, и если через полгода, например, вы уже, или через, ну, через пару недель, или через пару месяцев, вы уже будете вместе, ну, в смысле он приедет к вам, то это одно. Если мужчина живет, как вот вы написали, да, что он боится переезжать к вам, то он вот в том месте, где он сейчас, он там живет. Если так, то другое. Но непонятно, как вы встречались? Всегда ли вы были на расстоянии, или он уехал потом, а если он уехал, то почему он уехал, если вы с ним встречались? Что заставило его уехал тогда? То есть, вот такие аспекты, они, в данном случае, остаются, как бы, за кадром. В последнее время уже часто ссорились. Я пытался понять, хочет ли он будущего со мной. Так, ну, во-первых, значит, здесь следующее. Вы говорите, что часто ссорились. Нет, не вы часто ссорились, понимаете, это вот такая, ну, неправильная повисция. Знаете, часто ссорились, это мы, кто мы? Я думаю, что дело не в том, что именно вы часто ссорились, а дело в том, что именно вы, как человек, как личность, именно вы сами создавали, или создали такие условия, когда, значит, молодому человеку не было возможно избежать ссоры с вами. И здесь, как бы, вопрос. Если вы пытались узнать, хочет ли у вас будущего с вами, то насколько правильную позицию, насколько правильный объект вы выбрали? Разве ссора это то, что можно назвать конструктивной формой диалога при попытке узнать? Также вопрос, почему вы ориентировались на слова мужчины, а не на его поступки? Если он не с вами, значит, наверное, сомневается в том, хочет ли у вас с вами будущего или нет? А если сомневается, то вопрос, если вот именно, знаете, если вот, ну, если есть сомнения у мужчины, ну, вообще, не только у мужчины, у любого человека, если есть сомнения, то это уже довольно, знаете, такой серьезный момент. То есть, у мужчины вашего были сомнения. Были сомнения и, собственно, есть сомнения. Вы же, как вы пишете, на него давили и, собственно, пытались узнать, хочет ли он с вами будущего. Ведь это нужно было вам узнать, не ему, а вам, именно вам, не вам даже как спарить, там, вот там он разговор на эту тему не поднимал. А именно, вам это было нужно. Вам нужно было узнать, хочет ли он с вами будущего или нет. Так вот, вопрос, зачем? Мне представляется это очень важным аспектом. Далее. Значит так. Он говорил, что боится перейдеть ко мне, если не знает, что делать. Интересно. Ну, если это не отговорка, конечно, только. Если это не отмазка, конечно, только, то чего боится-то? Чего он мог бояться, парень ваш? Вы же не страшная какая-то, правильно? Вот и попробуйте подумать. Так что же все-таки смущало вашего мужчину? Попробуйте подумать. Все-таки. Так что же? Что же ему мешало? Что ему мешало? К вам переехать. И да, кстати, правильно ли я вас понял, что вы с ним все-таки на расстоянии были? Правильно ли я вас понял, что вы с ним все-таки не встречались как бы, ну, вживую? Сразу невольно возникает еще вопрос к вам. А почему вы тогда согласились на такую форму отношений? Зачем вы согласились на такую форму отношений? Что вам двигало в этот момент? Вот я хотел бы, чтобы вы над этим вопросом тоже, как следует, подумали бы. Да? Далее. Наверное, я в один момент давил на него, и он сломался. Потому что до этого, когда предлагал расстаться, он плакал. Интересный, конечно, мужчина у вас плачет. Он говорит, что безумно любит. Да и вообще на протяжении всего года, немотря на все роды, в души во мне не чаял. А как это проявлялось? Позвольте у вас узнать, как проявлялось то, что он в вас не чаял души? Как-то вот, знаете, это несколько странно. Если вы все-таки взаимодействовали с ним только по интернету, если вы с ним взаимодействовали все-таки только дистанционно, то как-то странно очень ваше утверждение звучит. Он говорит о том, что он, мужчина, не чаял в вашей душе. Видите ли, что он плакал, что он боится приезжать, он не хотел вас терять и так далее. Все вот это вот находит меня на такую мысль о том, что вы мужчине были нужны. Вы мужчине были нужны какое-то, ну, какое-то вот время ему было с вами интересно. Значит, он думал, что у вас получится построить отношения, ну, хорошие. Вот, но потом его, значит, реальность, реальность его сбила. Как я понял, он понял, что нет, у него получится, что требует слишком много для него усилий. От него требует слишком много усилий, от него требует слишком много вложений. Он к этим вложениям и усилиям не готов оказаться совершенно. И поэтому он, значит, так, каждый начал гулять со своими друзьями и так далее. То есть это вот его выбор. Его выбор гулять со своими друзьями. Его выбор отдыхать. И это как бы наглядно показывает, что будущего с вами человек как бы не хочет. Он не настроен на будущее с вами. Казалось бы, казалось бы, совершенно очевидный момент. То есть, я имею ввиду, что, ну, если вы хотели узнать, что, чего хочет мужчина, если вы хотели узнать, как, например, он, допустим, к вам относится, если вы хотели узнать, знает ли он будущего с вами, то, казалось бы, вот, узнали. Наконец-таки. Будущего он с вами не хочет. Начал гулять с друзьями и так далее. Почему так? Потому что друзья, друзья, они реальные. Понимаете? А вы нет. Несмотря на то, что он с вами близился, несмотря на то, что он с вами был в отношениях, друзья оказались более реальны, чем вы. И это, кстати, к сожалению, правда. Я позвонил ему, пытался понять, как так все с ним. Опять же, зачем? Складывается ощущение, что вы не пытались понять, есть ли, хочет ли он с вами будущего. А вы пытались привязать его к себе. Сделать его своим. Сделать своим. Сделать своим. Сделать вам, который плачет, который боится к вам приезжать. Так, если говоря, очень странное желание. Он скажет вопрос, зачем вам такой мужчина, который боится, который не ценит вас, который начал гулять с друзьями Вам такой мужчина зачем? Согласитесь, это несколько странно выглядит, и здесь мы задаем Вам такой вопрос Вопрос вы считаете так, то ли это, чего Вы хотите? То есть, иными словами, вот этот мужчина Вас привлёк, чем Поясните, пожалуйста, этот момент, чем привлёк Вас этот мужчина? И кого он Вам напоминает? Вполне вероятно, что этот мужчина является проекцией у кого-то из Ваших близких Эмоциональный, неуверенный в себе, эгоистичный Пытаешься подавить Вас, пытаешься установить для Вас определённую роль в его жизни Определённое место в его жизни И судя по всему, именно такие отношения для Вас и, эээ, возможно Именно такие вот, когда Вы звоните, уговариваете, переживаете, нервничаете и так далее И Вы можете общаться и взаимодействовать с тем, с тем мужчиной, который, видимо, так же, как и Вы В Вас растворяется А теперь, внимание Зачем Вам? Чтобы Вас растворяли Для чего Вам это? Чтобы Вас растворяли Или, может быть, Вам нужно растворять с кучком? Вы говорите, мне тяжело это осознать А, простите, что тяжело осознать? А, значит, что тяжело осознать? Да, ему стало всё равно На расстоянии в течение года С чувством могли угаснуть Совершенно спокойно Особенно, если Вы всё время говорили о будущем О каком будущем вообще можно вести речь, если Вы даже не видели, с каких я понял никогда О каком переезде можно может идти речь? Непонятно Я рекомендую Вам перевести свой акцент с молодого человека на себе Почему Вам так тяжело? Почему Вы так переживаете? Почему Вы выбрали такого мужчину в себе? И почему Вы выбрали знакомство по интернету, а не реальное общение? Нереальное взаимодействие Подумайте на эту тему Я полагаю, что у Вас есть элементы любовной зависимости Я полагаю, что Вы недостаточно уверенный в себе человек И я полагаю, что на Вас оказывает влияние Детско-родиторские отношения Если появится желание всё это проработать Я рекомендую Вам выбрать эксперта На нашем ресурсе И договориться о личной консультации Которая раскроет все Ваши Субъективные Так сказать, обстоятельства Условия для возникновения таких вот отношений Проанализировав которые Вы сможете скорректировать свое поведение так Чтобы в ближайшем Чтобы в будущем Таких отношений, как вот эти У Вас больше не было На этом всё Надеюсь, что помог Вам Если у Вас остались вопросы Пишите в личку Помогу Если Вам понравился мой ответ Буду загадать Если сделаете его лучшим Желаю Вам всего самого доброго И удачи!